Светодиодные лампы прочно вошли в нашу современную жизнь. Светодиодная лампа имеет один или несколько светодиодов, LED-ов, которые устанавливаются в лампу для использования в осветительных приборах. Срок службы светодиодных ламп и их электрический КПД в несколько раз выше, чем у ламп накаливания. Но светодиоды требуют контроля электроэнергии постоянным током. То есть им необходим соответствующий источник питания, то есть драйвер. И сегодня мы рассмотрим этот драйвер в принципиальную схему светодиодной лампы. Как она устроена? Переменное напряжение 230 В поступает на диодный мостик, который преобразует переменное напряжение в постоянное напряжение. После диодного мостика конденсатор С2 сглаживает пульсации переменного напряжения. А стабилитрон на 69 В стабилизирует постоянное напряжение, которое запитывает все светодиоды от D5 до D25. Но перед выпрямительным диодным мостиком у нас еще есть несколько элементов, и мы рассмотрим их назначения. Коденсатор С1 для переменного тока представляет собой реактивное и не потребляющее энергию сопротивление. Именно величина емкости этого конденсатора при соответствующем выборе номиналов резисторов оказывает основное влияние на ток, протекающий через светодиоды. Резистор R1 предназначен для разрядки конденсатора С1 после отключения драйвера от сети, а резистор R2 предназначен для ограничения импульсного броска тока при включении светодиодной лампы. Этот резистор повышает надежность драйвера, так как в начальный момент подачи напряжения конденсатор представляет собой практически короткое замыкание, и токи через диода выпрямительного моста могут превысить допустимое значение. Так очень просто устроен драйвер для питания светодиодов. Мы рассмотрели принципиальную схему светодиодной лампы. Напишите в комментариях, какие электронные схемы вас интересуют, и мы вместе с вами их рассмотрим. Поставьте пожалуйста лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы будем знакомиться с интересными, полезными и несложными электронными схемами.